МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации, телерадиокомпании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите у гэтым выпуску. Президенты Беларуси и Украины приняли уделу памятных мероприемствах до 31-й годовины аварии на Чарнобыльской АЭС. У Гомель у складанья кветок и жалобная панихида по загинувшей героях Чарнобыля пройшли у царкви архистратыга Михаила. Оранжевы узрови небеспеки объявлены на завтра за моцных дажоу. А зараз об гэтым и иншим больше подрабязна. Беларуси и Украине необходимо усмотнить взаимодействие по чарнобыльской проблематике. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после наведывания Чарнобыльской АЭС. «Наши державы имкнутся разом переодолевать гэтую бяду», отзначил Александр Лукашенко. Реализованы шерох суместных мероприемств в галине радиоэкологичного мониторингу и радиационного контролю, сельской и лесной господарки, координации науковой и информационной работы. Керавник державы «Становоча» оценил беларуско-украинское взаимодействие в рамках чарнобыльских проектов и звернул увагу, что потенциал махчимостей супрацовництва выкористовывается далеко не в полном объеме. «Упевнены, что наши навыковцы, медики, экологи, усех, кто в Беларуси и Украине працует на ликвидацию наступствов аварии, захование здоровья людей на потерпелых территориях, могут и повинны зарабить значно больше», – отзначил президент. Нагадаем, Александр Лукашенко сегодня принял удел у мероприемствах, присвеченных годовине аварии на Чарнобыльской АЭС. Керавник державы, разом с украинским коллегом Пятром Порошенком, наведал объекты атомной станции и ушановал память загинувших при ликвидации аварии на ЧАЭС. На парадку дня так само перомовы президентов на территории Беларуси. Подрабязности в наших наступных выпусках. Памятное мероприемство, примиркованное до 31-й годовины аварии на Чарнобыльской АЭС сегодня проходят во всех потерпелых от яе наступства в районах. У их примают удел представники громадских организаций, працовных коллективов и молодцы. У Гомеля у складания кветок и жалобная панихида по загинувшей героях Чарнобыля пройшли у церкви архистратыга Михаила. Гэты храм был узведены у вёсцы Вылева Добржского района. У вынеку катастрофы на Чарнобыльской АЭС вёска трапила у зону отцеления. При саденничании областного управления МНС церква была перевезена у Гомель, целком одновлена и открыта для прыхаджан. Памятное мероприемство наведала Вероника Ворошилина. Гомельская в область 31 год тому приняла на себе основную удар наибуйнейшую дыхногенной катастрофу в истории человечества. За великого узроу неуродоцинного забрудживания, каля 60 вёсок пришлось азнести и паховать. У иншие населенные пункты переселены на больше 120 тысяч семью. До этого часа больше 17 тысяч гектаров земля у на Гомельщине застаются забруджанными. День 31-й годови на аварийной ЧАЭС областным центром распачался с жалобным митингом на территории Гомельского филиала Университета грамадзянской обороны МНС Беларуси. 14 годов тому тут был узведенный мемориал, як да не напаваги вертовальникам, загинавшим по час ликвидации пожару на Чарнобыльской атомной электростанции. Гадавину катастрофы дзеючие, будучи вертовальники, по традиции сустракают тут, кабу скласти до мемориала кветки ушановать память загинавших хвилины маучанья. Жалобное мероприемство, вспомин об тих, кто муж на змагауся с наступствами катастрофы. И одночасово это ориентир на тое, как сегодня треба выховывать молодое поколение вертовальников. Кабу яны были не просто готовы до любой надзвычайной ситуации, а ле измагли прадухи литья е. Говорят, что человек умирает, когда о нем забывает. Поэтому мы ежегодно проводим такие митинги реквимы. Это полезно в том числе и для тех обучающихся, которые находятся в нашем учебном заведении. Ну и нам не лишнее еще раз вспомнить, еще раз почтить память. После митинга памятные мероприемства протягнулись в храме святого архистратыга Михаила. Эта церква з'является помником дравлянного долецства и мая больше 100-годовую историю. Ранее она размещалась у везцы Вылева Добурского района, которая была отселена после Чарнобыльской катастрофы. 15 годов тому зруб церквы был перевезен в Гомель. С нагодой 20-й годовины аварии на ЧАЭС отбылось освящение и открытие обновленного храма. С того часу, минавида тут, 26-го красавяка, збираются гомельчане, как бы сгадать усих потерпелых от катастрофы на Чарнобыльской атомной электростанции. Это день, который принес очень много горя на нашу землю, много скорби и церковь, чтить память тех всех, кто пострадал от Чарнобыльской катастрофы. И мне хочется пожелать всем тем, кто остался в живых, кто участвовал в тушении этого пожара и всей этой катастрофе, крепкого здоровья, благополучия. А всем, кто ушел в жизнь вечную, пожелать, чтобы Господь их принял в свои обители Отца Небесного. Вероника Варашилина, Сергей Лукашук, телерадоя компания «Гомель». Про то, как авария на Чарнобыльской атомной электростанции повплывала на жице жихара у нашего региона, сегодня подя разговора у интерактивной программе «Добрый вечер, Гомель». Чем адрознивается сегодня жице на забродженных территориях, а думал у регионах, какие авария начается вышла? Как допомагают распроцовки науковых институтов отрымливать чистую сельгазпродукцию? И в яких выпадках радояция может быть корыстной для человека? Специалисты и удельники программы откажут на ГТ и инше пытанье, а так само навушать правильно корыстаться дозиметром. Глядите «Добрый вечер, Гомель» у промымой эфиры сегодня у 20.40 на Беларусь 4. Телефон студии 37-519. Больше 4 тысячи пациентов из 23 краин света что год проходят диагностику и лечения у республиканским науково-практичным центры радиационной медицины и экологии человека у Гомеле. Это позволяет доводить экспорт послуг до свыше 1 миллиона долларов и свечить об их высокой якости. А про чатаго, каждый год у РНПЦ проходит лечение до 70 тысяч жихаров Беларуси. Центр оснащенный сучасным профильным медицинским обсталяванием, что дозволяя реализовывать и иншие планы. У приватности селита на базе центра плануется створить постоянно деючие курсы по повышении квалификации у радшоу первичного звена по профильных накерунках. За кошт сродка у республиканского бюджета на летних каникулах побывают в оздоровленных лагерах 2,5 тысячи детей, которые проживают в районах потерпелых от катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Усягона проведение оздоровленной кампании региону выделено 5,5 миллионов державных сродков. Зараз активная идея подрыхтовка лагеров до летнего периода. Ремонтуются помешканья, выполняются работы по добропарадковании, приводятся у належный стан спортивные пляцовки. Гомельчина долучилась до проведения европейского тыдня иммунизации. Лозунг, что годовые акции селита «Вакцины дейничают». Головная мета – представить насильниству докладную информацию о профилактических пришепках и усих яснуючих макшимостях обороны от инфекционных захворваний. По частыне иммунизации в регионе будет организована работа промых телефонных линий с консультациями специалистов. У приватности по номерам 75-74-77 можно задать питание урачу-эпидемиологу. 27-го красавика на связи так само будет аллерголог. Потелефоновать ему можно по номеру 40-04-37. Промые линии працуют с 10 до 12 годин. Оранжевые взрывы небеспеки объявлены в Беларуси на завтра замоцных дожжоу. Яны пройдут на большей части территории краины. У особенных районах Гомельской в области у день макшимы на вольнице. Увухоли другая половая тыдня по прогнозах областного гидрометцентра будет теплой, а ледожливой. Ближайшей ночью чакается до 10, а завтра у день до 20 градусов тепла. При навольницах макшима узмацнение ветру порывами до 14 метров за секунду. У пятницы у день по ветра прогреется до 22, а у субботу до 23 градусов. Моцные дожжи на вольнице прогнозуются, что день. Для новинок культурного життя региона. У Гомельским областным драматичным театры отбылась премьера спектакля «Дзякуй Марго». Это лиричная комедия по пьесе вядомого российского аутара Валерия Мухарьямова. Режиссер постановщик нового спектакля, выкладчик актерского майстерства и режиссуры Белорусской державной академии мастатства Андрей Гузий. Сюжет разгортывается в американском городе Атлантик-Сити, куды у розный час перебралися былые грамадяне СССР. Эксцентричная и непрадказальная Марго, якая каллисты повела сямьи дизайнера Лизы Мужа, нечакана з'является у ЯЕ Студы. Сюжет нагадывая аттракцион «Американские горки». Это ланцух непрадказальных падзей с нечаканными комедийными поворотами, які оставят усі герою спектакля у тупик. Менавито тому финал продбачить просто немагчима. У спектаклі заняты усяго чатыры артысты областного драмтеатра Светлана Яфимова, Анастасія Задорина, Сергей Лагутенко и Юрий Мартинович. На сцене яны распавядают в лідачу гісторию про одиноких людей, які знаходятся у пошуку особистого счастья. Демонструють житсё, дякеруе каханне, але часом усё выращая випадок. Гэты и іншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tv.gomil.by Далей у эфиры «Спортывный агляд». З новинами спорту вас познайомить Сергей Некяревич.